Салют, братва, канал новости UFC на связи и очередной выпуск с самыми интересными и актуальными новостями уже ждет вашего внимания. Ну и начинаем мы с очередного скандального прямого эфира главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в котором он катком проехался не только по бойцам, но и по своим зрителям. Кадыров вновь пояснил, что Хабиб это проект UFC, мнение Исмаилова никому не интересно, похвально высказывался о Хамзате Чимаеве, кстати он находился во время эфира рядом с Рамзаном, а также назвал Конора МакГрегора и Фергюсона не бойцами. И унизительно для бойца и экс-чемпиона второй лиги мира Беллатар высказался Ашлеменко. Магомед Исмаилов, я вообще не понимаю, ты же думал проект, но Эзи Идол, настоящий проект, ты же сам знаешь, что ты проект. Проект это не оскорбительное слово, значит организацию нашел человек, который будет полезен, который будет интересен для болельщиков. Вот наш Хамзат, почему Хамзат дали за определенное короткое время несколько боев, потому что у него есть талант, он сильный, он интересен всем, красиво дерется, ничего не боится. Раньше, когда был МакГрегор, когда говорили, что он проект, что он человек Дана Лайта, говорили все вы, какая разница, мы на связи с Хабибом, с братьями, со всеми, они никто ничего не говорит, А вы там переносите, и все тебя. Вот когда мы о Хамзат Силе говорим, то вы недовольны, сейчас Хабиб Силе, можно сказать, да, вот. Я говорю, да, он лучший дан, это организацию весь дан, он доказал этот мир, ну, проект, да, проект, есть проект, друг друга, не нашли, он нашел эту организацию дан, организацию дан, наш родан, его, ну, и что там? Я считаю, что там не так, да, в мой номер, он не фейс, да, я вас прошу, да, будьте там мужчинами, да, люди, будьте там, не пищите, не эскарбляйте, да, уже лицо, это не дискажите, да. Хамзат не Силе Хабиб Силе. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- и пишут, но здесь всякую ерунду, рады хайпа, даже выступают те люди, которые в дне спорта, как будто я про нацию сказал, вы говорите, о, мы мусульмане, почему там деньги предложили, а что там в Дагестане между собой берутся, Дагестане, Чеченцы, Кабардинцы, именно в наших лигах, даже в Лиге Хабиба, они берутся за деньги, вот самое, что больше плачет всех, почему бонус не дали ему, а другому это Магомед Исмарилов, это, а что, они в шортах выходят нажигать, что ли, это спортивный, у них только интерес спортивный и зарабатывать деньги, ну мне нравится очень много спортсменов, он не мусульманин, я за них болею, мне нравится, как он дерется, мне нравится его характер, хотя он хулиган, его там несколько раз в гениаре, мне нравится, как он дерется, ну и что, вообще, да, при чем тут национальность, при чем тут религия, ну, я сам говорил, что он, если ЮСи будут настаивать, что он будет драться с агистанцем, с чеченцем, да, они, что, не мусульмане, что ли, да, про это вы не молчите, да, если я что-то скажу сразу, это вы достарайтесь, да, почему сейчас подняли, там, вопросы делают, кто выиграет, Хабиб или, там, Хамза, там, там, какие-то там шнурки, там, там, вызовы делают Хабиба, Хабиб уже, и все, свое дело делал, да, и ушел, он создал себе организацию, да, лигу, там, у него свои бойцы, он занимается бизнесом, я просто слово сказал, если, да, он придет в нашу лигу, и нашей лиге будет реклама, да, и посмотрим, да, если у него будет рецепт, ну, еще лучше ему, да, может, да, он 29, один будет, да, ну, какая разница, да, вам какая разница, надо болеть нормально по-мужски, да, он не оскорбляет друг друга, что скажете по поводу Шмиленко, я даже Шмиленко, там, не знал, потому что я слушал его, там, вот, я думал, что он вначале актер, там, или, не знаю, там, блогер, везде он говорит, там, болтает, там, каждый дает интервью с Аллахом, я даже не знаю, где он дрался, вот, я думал, что он блогер, я вижу его, там, эти, там, в соцсетях, там, и он выступает, там, другой выступает, там, будьте борятыми мусульманами, там, короче, да, я вам хотел показать свой огород, вы опять про, да, политику, да, про спорт, там, で, там, Бардерлук, да,ど он, там, колокольчик, да, а, просто old, Parlament, так что вот? . . . Это экологический объект. Так что да, нормально. Хабиб Фергуссен убил бы, если бы он состоялся. Я согласен, Фергуссен вообще не спортсмен. Он и Макгрегор там вообще не спортсмен. Это чисто проекты. Они шоу делают. Хабиб Бой показывал. Они нужны были. Сейчас им не интересно, Макгрегор не интересно. Сейчас и Фергуссен интересно. Им дают сейчас сильных. И они проигрывают. Сейчас другие интересы в UFC. Другие чемпионы. Уже надоели одни и те же фамилии. Поэтому Рамзан, вы проект Путин. Я глава Чеченской Республики. Если ты посмотришь там Конституцию, прочитай нашу конституцию. Россия федеративное государство. У нас свой герб, свой флаг. Я избранный глава Чеченской Республики. Я пехотинец Путина. Я проект, можно сказать, президента. Если он не поддержал бы самые сложные времена моего народа и меня, то сегодня, может быть, по-другому было бы. Поэтому я всегда говорю и сейчас повторяюсь. Можете сказать, что я проект Путина. Можете сказать, что я пехотинец Путина. Я раб Всевышнего, слуга народа и пехотинец Путина. Поэтому, зная, что я верный соратник, мне доверяют, что я делаю из того, что мне религия запрещает он. Наоборот, он призывает служить такому президенту. А ты просто допочный герой. Когда таких привозим мы, вы плачете, даже хуже, чем женщины. Поэтому не пишите, не создавайте себе проблемы. Ради братства, сколько мы друг другу помогаем. Спросите у самого Хабиба, у наших бойцов, которые представляют наш клуб и в других организациях. Какие у нас отношения, жизнь, как мы идем. Тогда вы поймете. Я знаю, кто брат, кто друг, кто черт. Поэтому те люди, которые сами не хотят здороваться и сами называют по-разному. Они начали дон. И он донести, чтобы поймать. Кому интересно мнение Магомеда Исмаилова, если на это пошло. Я не согласен. Конечно, он, дон, проект, дон. А почему ты говоришь, что он проект, дон, Абдул-Напад? Пусть Аллах будет доволен. Почему ты говоришь, что он проект? Он его сын, достойный сын, дон. Вместе, дон, они шли, дон, как два брата, как два друга, дон. Поддерживали, дон. Хорошие, интересные, дон, отношения были, дон. Радовали, дон, нас и их отношения. А слово проект, дон. Вот по-твоему, это что? Как ты поднимаешь, дон? Конечно, да. До начала Абдул-Напад, дон. Сделал из него спортсмена. Потом UFC, дон. Подтянул, дон. Вот если не было интереса UFC, дон. Когда он два года не дрался, да, он его там... Когда он вышел, да, он сразу на два-три-четыре-пять, то он там... Номеровали, как я говорил. Не подняли бы рейтинги, дон. Так что... Все равно с вами невозможно, да, он говорит вы, все равно не понимаете, да. Вы ерунду несете, да. И кто не согласен, напишите свой номер, да, мы встретимся, да. Я вам буду легче читать, доказывать, дон. Что я правду. Так что с вами закрыли эту тему, дон. Ты не человек, ты просто шейтан. Хм, хм, хм. Хм, хм. Если это ты мне пишешь, дон... Хм, хм. И я найду тебя, дон. И мы посмотрим, дон, кто из нас шейтан, дон. Хм, хм. Хм. Я... Ты самому тебе как, дон. Не стыдно, бля? Как ты будешь смотреть в зеркало, дон. Ты ночами не будешь спать, дон. Он будет сейчас завещание делать. Если я умру, помогите моей семье. Как я помогал, помогаю другим, помогал другим. Он будет плакать сейчас. Свои данные пришли мне вот сюда, в директор. Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень многих шайтанов уничтожал. И тебя тоже уничтожил. Все, давайте, письмеладу. Ахмад Силан. Ну а далее у нас все больше и больше лиц принимают участие в этой полемике, высказываясь по этому поводу. И с каждым днем у нас к этому подключаются новые люди. И этот день не стал исключением. И сейчас нам присоединились также новые лица. К примеру, экс-чемпион UFC россиянин Петр Ян отреагировал на слова Кадырова про Хабиба Нурмагомедова. Коротко написав «Хабиб мощь». Ну а далее в обсуждение подключился прославленный Волк Хан, который также отреагировал на вызов Хамзата Чимаева к Хабибу Нурмагомедову, подчеркнув, что своими словами Чимаев потерял уважение. Смотрите, для акционеров UFC – это проект. Для спортсмена, для участников – это тоже проект. Потому что назовите бизнес, назовите проект, назовите бизнес-проект. Это не меняет суд. Люди зарабатывают, люди живут. Бояк – это их работа, поэтому это проект. Ничего здесь такого страшного Рамзана Ахмадовича не сказал. Когда-то был я тоже популярным, и я был проектом Ринкса. Меня берегли. Со мной считались, меня уважали. Со мной договаривались. Потому что миллионы и миллионы поклонников по всему миру. Также у Хабиба. Пришло его время. Соответственно, с ним надо считаться. С ним нужно договариваться. Поэтому, охватив весь мусульманский мир, своей идеологией, как мусульманина, они, соответственно, проводили бои Арабских Эмиратов. Им нужно было максимум использовать Хабиба, чтобы зарабатывать деньги. Других целей у них абсолютно не было. И, кстати, хочу сказать, что обычно бойцы просят, чтобы им дали не бой. А здесь Хабиба просили, чтобы он вернулся. Поэтому Рамзан Кадиров здесь ничего такого сверхъестественного не сказал. Он сказал то, что есть реальность. А то, что Кадиров хочет заманить свою федерацию, это, я думаю, очень хороший ход. Приходом Хабиба в федерацию Ахмад, я имею в виду бойцовскую лигу, это статус поднимать, это другой уже статус этой федерации. Ну, здесь чуть-чуть задевая, что вот, зная менталитет, вот, кавказцев, бойцов, спортсменов, ну, ты там выиграл, попробуй у нас выиграть. Ты в таком формате, да? Вот я вам клянусь, скажу, в моем лице этот человек потерял уважение. Я даже не хочу боиться. Он мог бы выразиться, я бы мог подраться там, да. Я думаю, я бы выиграл Хабиба или там, я не знаю, еще каких-то бойцов. Но слово «парват» — это никакие рамки не годится. Это он показался невоспитанным. Это пижонство в боях. Я думаю, все вещи накажут его. Это он потерял очень серьезный авторитет. На него смотрели, уважали, как вырадовались за него, как за своего. Но вот это высказывание, которое он намного старше него, и человек, который ушел со спорта, который уже как бы не вернется, не знаю, вернется, не вернется, который так казал и знает, что этого не будет. И вот так выражать это некрасиво. Ну, Хабиб, во-первых, и возраст, во-вторых, титулы спортивные. Но как можно вот так выразиться против вот такого человека, который мир признал, что... Я думаю, все-таки не на рынке будут разбираться вот эти высказывания. Больше, если только какой-то авторитет, если их там в лицейном рамзане или другого не посадят их вместе, никак не заставить их пожать руки. Я в Майю, да, я бы его посоветовал, что он попросил извинения за это, его грубое выражение в адрес Хабиба, и на этом все закончилось. И ничего всегда здесь не было. Бывает, спортсмен иногда выражает, там, высказал эмоции, там, я там то, я там то. Но слово «рань» глубже, чем кинжал, поэтому надо хватить смелости, чтобы попросить извинения за эти выражения. И на этом вопрос закрыли все. Также к обсуждению и подключился чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев и высказал свое мнение о конфликте Хамзата и Абубакара Нурмагомедова, а также слов в адрес Хабиба Нурмагомедова со стороны Рамзана Кадырова, заявив, что виноват во всем этом один человек. Хотел бы по последним событиям, которые у нас происходят, слава вселучному, что они происходят только в этих соцсетях, что на самом деле. По поводу нашего, по поводу нашего, нагружаемого Рамзана Ахматовича, нашего брата, моего брата, хотел бы сказать по его высказываниям, которые он в прямом эфире сказал насчет того, что там, один нехороший человек написал в комментариях, что Хабиб порвет любого из клуба Ахмат. Конечно, этот нехороший человек сделал нехорошо, написал так, но реакция нашего другого брата Рамзана Ахматовича, это естественная реакция, адекватная реакция, потому что этот человек, не то, что не просто финансирует вот этот клуб, ребят, каждого бойца с этого клуба, он просто держит на пульсе судьбу, можно сказать, не судьбу, а вот карьеру их, каждую карьеру, каждого спортсмена в этом клубе, да, Ахмат, и когда ему говорят, такое кто-то говорит, конечно, он сразу, у него реакция, он говорит, кто порвет, не может Хабиб порвать там всех в клубе Ахмат, и не всех, и может быть, и даже может быть, он и ни одного не порвет там, это один момент, поэтому я считаю, что реакция его была адекватной, что он так сказал, по поводу, что если вы хотите посмотреть, пожалуйста, я в любые деньги дам вам, а вот далее у нас Майербек Тайсумов, который встал на защиту Хамзата Чимаева в конфликте с семьей Нурмагомедовым, припомнив слова Хабиба, насчет конфликта Чимаева и Хабиба, такой шум подняли, и обвинили во всех смертных грехах Хамзата, из-за того, что он сказал, что с любым готов драться, и любого размажет, но это спор, мне кажется, большинство спортсменов такое говорят, взять даже момент, когда Хабиб сказал, что если надо, и со мной будет драться, хотя я тоже мусульманин, тогда почему никакой шумихи не было, не думаю, что из-за таких спортивных моментов нужно конфликтовать и обсуждать друг друга, ведь мы братские народы, заявил Тайсумов. Но и на этом не все, на связь вышел клуб Ахмат, который высказал свое мнение, подтвердив, что Хабиб был проектом UFC, вице-президент клуба Ахмат Асланбек Бадаев по этому поводу дал комментарий. Хабиб действительно, как любой другой боец организации, является проектом промоушена, потому что на него делалась ставка. Почему проект? Потому что в UFC Хабиб вышел на другой уровень популярности, особенно после победы над Коннором Макгрегором, и поэтому к нему было особое отношение. Пример, когда Хабиб защищал пояс в бою с Дастином Парье, но потом не смог прилететь на бой против Тони Фергюсона, его не стали лишать чемпионского пояса. А в аналогичной ситуации Фергюсона лишили пояса, и пусть даже временного чемпиона. В одних ситуациях мы видим, что к Хабибу особенное отношение, потому что организация делает на него ставку. А в том, что Рамзан Ахматович назвал его проектом UFC, нет ничего плохого. Это не умиляет его достижений. Напротив, он наш брат, и мы за него болели. Заявил Бадаев. А далее у нас популярный российский боец ММА Александр Емеляненко поддержал Рамзана Кадырова и жестко высказался и раскритиковал Хабиба Нурмагомедова, заявив, что неизвестно, кого побеждал Хабиб. Да, если посмотреть, Хабиб всегда дерется не со сложными бойцами, а с легкими. Так выбирает себе. У него был один сложный соперник, Конор Макгрегор. И то, тот чуть переоценил себя. А остальные бойцы вообще неизвестны. С кем он дрался, где, об этом никто не знает. Знают про 29-0. А кого побеждал эти 29 раз, неизвестно, заявил Емеляненко. Ну а вы, дорогие друзья, как обычно, делитесь своими комментариями под роликом, что вы думаете по этому поводу. Ну и на этом, дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу. Ну а вы поддерживайте ролик своим лайком. Те, кто не подписан, подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. А с вами были самые интересные новости мира единоборств. Ну и до новых встреч. Всего вам наилучшего, мира и добра. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова